Паучительный урок переселения пророка «Основание государства» 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 Переселение пророка Мухаммада – это разграничение между истинным и ложным, положительный сдвиг в сторону создания гражданского государства на прочных основах справедливости, равенства, свободе, вероисповедании и защите человеческого достойности, укрепление принципа мирного сосуществования, основания общей человеческой жизни и социальной сплоченности между членами одного и того же сообщества и участия в экономической деятельности различного типа и характера. Причем пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, построил государство на нескольких основаниях, наиболее важными из которых являются строительство мчети. Это была первая работа, проделанная пророком, мир ему благословение Аллаха, когда он прибыль в Медину. Это потому, что связь между человеком и его создателем является предохранительным клапаном для всего. Так, истинная религиозность является наиболее важным фактором формирования правильной личности, которая строит и создает, а не разрушает или саботирует. Столько, сколько человек отклоняется от правильного понимания религии, происходят дефекты формирования личности. Мечеть также имеет свою наученную и социальную миссию, которая устанавливает в обществе константы и ценности и способствует его служению. Во-вторых, основания экономики. Сильная экономика является одним из столпов государства, без которого оно не может быть основано. Такая мощная и стабильная экономика позволяет государству брать на себя свои локальные и глобальные обязательства и реализовать своим гражданам достойную жизнь. А когда экономика ослабевает, бедности и заболевания распространяются, жизнь нарушается, кризисы вспехивают, нравы развращаются, преступления растут, а также удача стала бы благоприятна для врагов, которые находятся в поисках угроз государствам и пытаются их разрушить и привести к бесконечному хаосу. Поэтому пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, был обеспокоен тем, что Медена стала экономически сильным сообществом, способным удовлетворить потребности своих членов, защитить себя и реализовать истинное исламское послание, которое требует мира безопасности и заселения Вселенной. Так пророк, да благословите его Аллах и приветствует, стремится создать в Медене большой рынок, с тем, чтобы он стал источником дозволенного заработка и выгодной торговли, а также постоянным местом для ремесленников и промышленников. Этот рынок, созданный нашим пророком, да благословите его Аллах и приветствует, называется «Рынком Алмонаха». Передается со слов «Ата Абниасира, да будет довольен им Аллах, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, хотел создать рынок в Медене, он отправился на рынок Банукайнука, затем вернулся на рынок в Медене, где постучал ногой, говоря «Это ваш рынок, он не должен стать узким». Между тем, великие сподвижники занимались различными видами торговой деятельности и не соглашались жить, рассчитывая на материальную помощь своих братьев-анцаров. Передается, когда Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, совершил переселение, посланник Аллаха побратал его с Адом ибн Рабиа, который предложил ему половину своего имущества, но Абдурахман отказался, попросив лишь указать на рынок. «Нацы, которые не имеют или не производят свои продукты, еду, одежду, лекарства и оружия, не обладают своим делом, словом, своей волей, гордостью или своим достоинством». Сказано, «Если ты сделаешь одолжение кому-то, будешь его командиром, а если ты будешь обходиться без кого-то, будешь ему равен, а если ты будешь нуждаться в чьей-то помощи, будешь у него пленником. Наша истинная религия учит нас, что верхняя рука лучше, чем нижняя, имеется в виду рукодающего и рукоберущего». Бесспорно, что это и применяется к общинам, учреждениям, семьям и отдельным лицам. Так никто не может отрицать важность денег в ведении жизни, управлении повседневными делами, развитии людей и нации и обеспечении средств достойного существования. Принц поэта Вахмад Чаук и сказал, «Именно с помощью знаний и имущества люди основывают свое величие. Никакая слава не может быть основана на невежестве и нищете». Между прочим, пророк, мир ему и благословение Аллаха, установил правила, регулирующие эти сделки. Он призвал проявлять терпимость и великодушие при покупке и продаже. «Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует изрек, да помилует Аллах того человека, который проявляет великодушие, когда продает, покупает и ведет в долговые отношения. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также повелевает правдивостью и честностью, говоря, «Праведный, честный торговец будет в раю среди пророков, праведников и шахидов». «Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует также запретил монополию, говоря, кто запасается едой на сорок дней, становится тем, кто не причастен к Аллаху». То есть, тот нарушил договор с Аллахом, и Аллах не причастен к нему. То есть, Аллах разорвал договор с ним. Скорее, умер ему и благословение Аллаха, сам ходил по рынкам, следил за продажами и покупками, направлял людей к тому, что улучшает их дела. Передается слово Абу Харайре, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, проходивший мимо выставленной на продажу кучи зерна, погрузил руку внутрь, и пальцы его ощутили влажность. Он спросил, что это у хозяина? Тот сказал, его попортило небо у посланника Аллаха. Пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, воскликнул, «Так почему же ты не положил подмученный сверху, чтобы людям все было видно? Обманувший нас не имеет к нам отношения». В-третьих, Мединецкое соглашение. Наш пророк, мир ему благословили Аллаха, построил силное государство после переселения в Медину и заложил его основе в Мединецком соглашении. Он, да благословите его Аллах, и приветствует, не только смог установить братские отношения между мухаджарами и ансарами, несмотря на сильные разногласия и ссоры между ними, но и укрепил человеческое значение, оформленное в Мединецком соглашении, которое является величайшим человеческим документом в истории человечества. Оно точно определило права и обязанности всех членов общества, обосновало мирное сосуществование сыновей одной и той же Родины с одной стороны и всего человечества с другой стороны. Доказательство этому – договор, заключенный посланником Аллаха, мир ему благословение, с евреями в Медине и другими. Ведь он, да благословите его Аллах, и приветствует, предоставил евреям те же права, которые имеют мусульмане, касательно безопасности, мира, свободы и совместной обороны. Приводим одну из его важных статей. Евреи, как и верующие, обязаны сами участвовать в расходах войны, пока она продолжается. Евреи племени Банюав вместе с верующими составляют одну группу. Религия евреев своя, верующих своя. Евреи останутся при своей, мусульмане при своих религиях. Сюда, то есть в это понятие, входят они сами и их лоялисты. Если кто-то из них совершит несправедливый поступок или же проступок, то он навредит самому себе и членам своей семьи. А также все должны обеспечить свободу вероисповедания, безопасность и общую защиту против любого агрессора, который нападает на Медину. Это означает, что в исламе гражданское государство охватывает всех, и мусульман, и немусульман. Все имеют те же права, и на них возлагаются те же обязанности, при условии соблюдения общественных правил, направленных на защиту этих прав и обязанностей, а в первую очередь, мерности, бесконфликтности и ненарушения положений общественного договора Конституции, который регулирует отношения между всеми людьми. Мирное сосуществование всех людей, есть религиозная обязанность и социальная необходимость, которую приписывает настоящая действительность. Он будет достигнута только тогда, когда все будут считать, что они есть сыновья одной Родины, имеют те же права, и на них возлагаются те же обязанности без какой-либо дискриминации по признаку России, религии и тому подобное. Всевышний Аллах сказал «Непринуждение в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения» 40-го, аят 256. Между тем, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха и его сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, применили этот основной принцип на практике. Они никого не принудили принять ислам, никогда не разрушили чью-либо церковь, келью или какое-либо место поклонения. Скорее, места поклонения были защищены и священными мусульманами, потому что ислам гарантирует свободу вероисповедания для всего человечества, и никто не смог и не сможет изменить такое разнообразие, ибо это противоречит божественной воле. Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек «Если бы Твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле, развити стал бы принуждать людей обратиться в верующих» 40-й аят 99. Следовательно, уважение к вероубеждениям, правам и обязанностям представляет собой главный стол по основанию государства и оказывает воздействие на взаимосвязанность народов и сообществ, поскольку каждая община имеет свои священные убеждения и принципы, которые она считает более высокими, чем чужие. Причем, Ислам нам запретил причинять вред представителям других религий, таким образом, что наносит ущербы им и их вероубеждениям, так как религии имеют цель достичь счастья человека. Аллах, слава Ему и Величие, сказал «Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то, они станут оскорблять Аллаха из вражде и по невежеству. Таким образом, мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и он поведает им о том, что они совершали». Кроме того, Ислам укрепил в сердцах своих последователей основу праведности и добрососедства с немусульманами, а священные тексты подтверждают эту основу и показывают форму его применения в сообществе. Всевышний Аллах сказал Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Сура испытуемая, аят 8. Ислам приказал своим последователям поддерживать хорошее отношение к немусульманам и принимать во внимание их чувства даже во время спора и дискуссии. Аллах слава ему величия сказал Если вступаете в спор с людьми писания, то ведите его наилучшим образом, это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите, мы уверовали в то, что не спасло на нам и то, что не спасло на вам. Наш Бог и ваш Бог один. И мы покоряемся только ему. Сура паук, аят 46. Таким образом, Мединенское соглашение служит достойным подражанием, служит достойным подражанием примером защиты человеческого достойства, который способствует сплоченному национальному единству с тем, чтобы основать государство, творить цивилизацию и достичь интересов человечества. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. Мои братья в исламе. Родина имеет высокую ценность и славное место, ведь любовь и принадлежность к ней, и ее защита являются естественным инстинктом здоровой человеческой души, что является обязанностью, которая обоснована истинной религией, приписана патриотизмом и подверждена всеми небесными шариатами. Тем самым, пророк, мир и благословение Аллаха, показал величайшие примеры любви, привязанности и принадлежности к ней. Когда обратился к своей первой родине, досточтимой мекке, говоря, «Как прекрасна ты, и как прекрасен твой аромат! О, как величественна ты, и как велика твоя святость! Клянусь Аллахом, ты самая лучшая земля Аллаха и самая любимая земля Всевышнего Аллаха! И если бы я не был изгинан из тебя, то я бы никогда не покинул тебя!» А когда он, дабы ослабить его Аллах и приветствует, переселиться в Медину и остался там, взъявал ко Всевышнему с просьбой внушить ему любовь к его второй родине и обеспечить ее безопасность и стабильность. Так посланник Аллаха, дабы ослабить его Аллах и приветствует, изрек у Аллаха сделать так, чтобы мы возлюбили Медину так же сильно, как и Мекку, или даже больше. Поистине, взаимодополняющей, а не противоречивой, является связь между религией и государством. При этом, защита родины – это одна из необходимых универсальных целей, которые понадобятся оберегать. Так, экономика никогда не может стабилизироваться вдали от постоянной безопасности. Защищать, оборонить и отдавать себя родине – это шариатское требование и национальный долг любого, кто живет на ее территории и укрывается ее небом. Любовь к родине не ограничена только чувствами и эмоциями, но она должна быть переведена в действие и поведение, способное приносить позу индивидам и обществу. Итак, целесообразно идти на жертве, чтобы она осталась сильной и великой. Истинный патриотизм – это не просто поднятие лозунги или повторяющиеся фразы, но патриотизм – это вера, поведение и отдача. Патриотизм – это стиль жизни, ощущение пульсации родины, сознательное понимание вызовов, с которыми она сталкивается, страдание от ее боли, радости, достижения ее надежды и беспрестанная готовность жертвовать ради нее. Так, да будут блаженны мужи, которые верны завету, что они заключились с Аллахом, и жертвуют своими душами и жизнью на пути Всевышнего Аллаха, защищая свои родные земли, поднимая знамя своей страны. О, Аллах! Защити Египет, Его народ, армию и полицию от всякого зла. Господь наш, отводи от Него интриги злоумышленников, ненависти ненавистников и завист завистников.